Индекс РТС упал на целых 5%, а индекс ММВБ упал у нас на целых 4%. Возникает вопрос, что же будет с фондовым рынком и почему происходит такое падение? Ну, эксперты и аналитики сходятся во мнении, что есть несколько трендов. Ну, во-первых, это политическая обстановка в Российской Федерации. И инвесторы, которые работают непосредственно в России, решили, что ну раз такая нестабильность, люди выходят на улицу, почему бы нам не выводить свои капиталы? Ну и сегодняшний день должен был хоть как-то охладить рынки и немножко скорректировать падение. Но, тем не менее, рынки с утра открылись с небольшим падением, буквально на 0,8%. И дальше была небольшая коррекция. И сейчас идут общие торговли с падением около 1%. Поэтому суммарно за 2 дня есть уже падение по непосредственно фондовым рынкам, по ММВБ. Посмотрите, уже идет у нас падение и сейчас котируется 1452 пункта. Если мы смотрим всю прошлую неделю, да, все был неплохой рост, то начиная с конца недели, начала этой недели, после завершения выборов, вот такой есть не особо приятный тренд. И возникает вопрос, все-таки, а что же делать инвесторам в России? Верить в них или в нет? И куда спрашивается вкладывать деньги? Ну, иностранные инвесторы предпочитают сейчас зафиксировать, кто-то успевает зафиксировать прибыль, кто-то успевает зафиксировать убытки. Но, тем не менее, инвесторы сейчас думают, может переоценить риски, потому что та политическая ситуация, которая происходит, и та определенная нестабильность, которую увидели на телеканалах инвесторы иностранные, решили для себя, наверное, нужно уходить из рынка. Но мы решили все-таки обратиться непосредственно к эксперту рынка и посмотреть, что считают представители компании «Тройка диалог». За это мы обратились к вице-президенту компании Алексею Долгих. Впервые за много лет мы столкнулись с ситуацией, когда политические передряги, перейти политическая ситуация внутри России так сильно повлияло на рынок. Учитывая то, какие картинки показывал CNN, что люди видели по Bloomberg Television, что люди видели по BBC, это напугало инвесторов. Вот вчера мы видели то, что весь рынок рос, были хорошие американские фьючерсы, нефть подрастала, все было достаточно спокойно, и во всем мире не было никаких проявлений кризиса. А Россия падала достаточно сильно, и основная причина – это все наши внутренние истории. Окей, ну что ж, как считает Алексей Долгих, тут есть хорошие тренды, связанные с ростом нефти, но нефтяные фьючерсы котировались около 110 долларов. Но если посмотреть, что, может быть, хорошая цена, идет рост до 110 долларов за баррель, за нефть. Но если мы посмотрим на акции «Газпрома», они упали за один день на 3%, это означает о политической нестабильности. Поэтому и вот эта политическая нестабильность, которая отражается на настроениях иностранных инвесторов, выливается в падение российского рынка акций. Ну, есть еще другой комментарий, непосредственно для этого обратились к старшему аналитику по стратегии «Банком» Дмитрию Виноградову. Безусловно, катализатором вчерашнего падения рынка были новости относительно потенциального снижения рейтингов стран еврозоны. Но далее, конечно, политические события привели к тому, что темпы падения рынка усилились. Если все пойдет по негативному сценарию и акции протеста будут принимать все более крупные масштабы, безусловно, это будет воспринято как крайне негативный сигнал участниками рынка. Ну что ж, как считает Дмитрий Виноградов, есть и причины, которые пришли из Европы, а именно когда международное рейтинговое агентство, в частности Standard & Poor's, переоценили риски, которые существуют в 15 странах еврозоны, и в частности негативно оценили политическую ситуацию, которая существует в Российской Федерации. Именно на этом фоне было такое негативное падение. Поэтому возникает вопрос, это будет такой серьезный разворот рынка, и не найдется серьезной поддержки. Мы вспомним 2008-й, когда иностранные инвесторы вывели весь капитал, который был у них в России, и рынок упал так в два или около трех раз. Или это будет небольшая коррекция, стабильность к концу недели и дальнейший разворот. Ну что ж, мы обязательно будем следить за текущей ситуацией, будем смотреть, что происходит на рынках. Но есть новости, которые касаются не только фондового...